Всем привет, ребята! С вами Бэт Плея, это ютуб-канал команды Бэйт, это подкаст номер 9, и сегодня у нас в гостях Данило Кипяток. Привет, Даня! Здорово, всем привет! Всем привет, здорово! Первый вопрос, сразу с порога. Ты фильм «Довод» в украинской версии «Теннет» посмотрел? Нет, еще не посмотрел. Спасибо всем за внимание. Наш подкаст закончен. Подписывайтесь на наши социальные сети. Не забывайте про ТикТок Данило. Ты открыл ТикТок, завел себе аккаунт, и его даже уже верифицировали. И только что убил Комара. И только что убил Комара. Ты теперь в одной корзине с Уиллом Смитом, а больше я там не знаю никого на самом деле, потому что я особо ТикТок не смотрю. Судя по количеству просмотров, у тебя все идет хорошо на ТикТоке. Вопрос. Зачем и почему? Да просто так, по фану. Нормальная движуха на самом деле. Много коротких роликов, которые, ну, просто забавные. Либо вообще без какого-либо смысла. То есть люди развлекаются. Назови свой самый любимый тренд в ТикТоке. Я не знаю еще, какой мой любимый тренд. Ладно, ладно. Подожди, подожди. Давай мы не будем скрываться. Мы смотрим ТикТок. Ну, я не смотрю особо. Ну, ты точно смотришь, я знаю. Я, да, чуть-чуть иногда. Да, перед сном. Пару часов. Как все. Да нет, ну ты загибаешь, конечно. Давай подумаем, подумаем. Любимый тренд. Что там есть такое? Там в основном всякие, конечно, глупости. Но иногда прокать что-то реально угарное. Это песенка из этого, из Майнкрафта. Про железные штаны и сапоги. Кожаные штаны, железные сапоги. В общем, ты призываешь всех подписываться, правильно? Потому что ты будешь там регулярно мутить темы. Нет, подписываться, конечно. Но смотреть ТикТок, это каждому свое. Кто хочет, тот смотрит. То есть подписывайтесь, но не смотрите. Примерно так это звучит, на самом деле. Да, ребята, подписывайтесь. Ну и не смотрите. Наконец-то в доте вышли все арканы, обещанные к этому International, которого нет. Или после VR-ки что-то еще должно быть? Еще третьи иммерталки. Нет, я про арканы говорю. Ну, про вот эти вот персоны. Ну, вроде бы все. Клопа, конечно, крутая, базару нет. VR-ка перебор. Мне кажется. Перебор чего? Перебор всяких анимаций. Она безумно красивая, продуманная, проделанная. То есть нужно отдать респект. Но в доте всегда было правило негласное. То есть чтобы сеты сильно не выходили за рамки. Во-первых, чтобы можно было отличить героя. Во-вторых, чтобы сет не ломал игру там в плане распознавания, там еще что-то. Допустим, шеклшот, но он настолько сильно отличается, дичайшим, что я его просто не замечаю пока что. То есть надо к нему реально привыкнуть. То есть если ты человек, который не видел эту аркану, зашел в игру, ну ты не отличишь шеклшот в VR-ке без сета и с сетом. Во-вторых, допустим, фокус фаер. Pay to use называется. То есть очень, ну, видно анимацию этого фокус фаера. А у настоящей VR-ке ее видно, ну, плохо. И ты во время какой-то огромной битвы 5 на 5 там, то есть ты можешь этот фокус фаер не заметить, как VR-ка кастует. И будешь его, допустим, бояться. Ну, к примеру, что вот у нее еще есть фокус фаер. Здесь ты 100% видишь, когда я на его кастаню. Ну, такие вот вещи какие-то минимальные. Плюшевый пудж. Ты же у нас, Даня, пудж, вот плюшевый пудж. Давай бомби с плеча. Плюшевый пудж. Я сыграл, может, игру или две. Либо три даже, не знаю. Просто потому, что пудж сейчас очень слаб, на мой взгляд. И не хочет сруинить игры лишний раз. Поэтому особо не разглядел я пуджа. Но ничего в нем такого особенно суперкрутого. Ну, он прикольный. Реально прикольный. То есть, мне нравится. Я просто думал, до скольки донатить есть смысл. Учитывая, что интернешного нет. Да, позапрошу или прошу интернешного, когда была аркана на шейкера, я не задонатил на аркана на шейкера. И теперь жалею, потому что она реально очень крутая. И круче, чем аркана на шейкера, вообще нет. А ее не достать теперь нигде? Да, не достать нигде. Может, кому-нибудь на Бизайн? Вдруг там у тебя кто-нибудь есть в ВКонтакте, да? Зато у меня есть аркана на Виспа. Чик сменил тему. Хорошо, давай. Это были такие разогревочные. А теперь по-серьезски начинаем болтать. Что у нас в команде? Последние наши результаты были не очень. Мягко говоря. Да и твердо тоже. Что у нас происходит? Какие у нас дальнейшие планы? И вообще твоя оценка действий команды за последние там... Да вообще этого состава, как только мы его анонсировали. Мы вроде как особо не углублялись в игру. Вот сейчас самое время, когда уже есть какие-то результаты. Что сказать? Мы работаем. Ребята все настроены положительно. То есть каких-то у нас там передряг нету. Это уже, ну типа супер плюс. То есть у нас постоянно идет какое-то продвижение. Начали мы турнир. Там более-менее что-то еще играли. Мы там закидывали подрафтом. Там просто чуть-чуть, ну, нестандартно, да. Там нестабильно, я бы так же сказал. Мы играли первые игры. Вот. То есть мы могли выигрывать. Мы там 5-мен 2-1 играли. Там 1-2 вернее. То есть мы вот вторую игру закинули против темпа. Мы закинули первую игру 40 тысяч. Против 5-мен мы там в третьей плохо на драфтели. Против темпа во второй плохо на драфтели. Но это такое. То есть мы над этим тоже работу ведем, скажем так. Ну, ошибаешься на этом, но ты учишься. То есть это тоже плюсы есть свои. Вот. И как бы там шутили над тем, что вот там 5-меном что-то проиграли. Кто это такие? Там я говорю, да нет. Нормальный бой дали ребятам. То есть мы реально должны были 2-0 выигрывать. Мы вторую игру закинули. Третью мы уже там на драфте проиграли. Вот. И потом ребята прошлись катком по всем. И вышли в Immortal Division, да? Сусона с викингами. Одна из двух команд. То есть потенциал у нас как бы есть. У нашего коллектива. Вот. Дальше потом у нас там начались вот эти вот заварухи. Там в Беларуси с Олегом было приключение. Вот. Мы там не могли тренироваться определенный промежуток времени. И доигрывали мы уже турнир. Как бы немножко отстали, скажем так, от меты. Чуть-чуть. То есть нам не хватало наигровок и так далее. Ну и вообще просто устали, наверное, немножко. Нам нужен был как бы перерыв. Вот. Сейчас мы сделали небольшой перерыв. Начали опять тренироваться. Потому что в дальнейшем скоро будут турниры. И чуть-чуть что-то там поменяли какие-то вещи. Ну и мы постоянно как бы движемся вперед. Просто у нас стартовая точка, она намного ниже. Как бы у нас там пулы героев, там туда-сюда. То есть это все мы развиваем. Плюс патч, который был самый последний, на котором там турнир шел. Он как бы нам очень сильно не подходил по пулу героев. На самом деле. Вот. То есть мы свои сильные стороны не могли особо задействовать. Было сложно. Может, мы отментировали на самом деле. Ты много сказал про драфтеры, нас аутдрафтеры. Там и по драфту, там и по драфту. Ты считаешь, что драфт самая слабая сторона команды? Вообще, я считаю, что драфт наша должна быть сильная сторона. Но так получалось. То есть мы драфтили вместе. Дергали в разные стороны этот драфт за ниточки. Туда-сюда, туда-сюда. Мешались идеи. И как бы получалось нехорошо. В определенных играх. То есть не во всех, но в частичном. А там, где получалось нехорошо, нас просто выносили вперед ногами. Мы особо там даже дергаться не могли. Ну смотри, а вот ты говоришь, там вот темпа. Та самая игра, где 40 тысяч. 40 тысяч там, а у драфта не было. То есть драфт выиграли, ввели 40 тысяч, но трон не сломали. Это... В чем здесь проблема тогда? В чем здесь проблема? Совершили каких-то супер глупых ошибок и закинули. То есть игру, которую проиграть нельзя, мы проиграли. Как это раньше было у нас в Na'Vi. Выиграем невыигрываемое, проигрываем непроигрываемое. Вот здесь мы проиграли непроигрываемое, осталось выиграть невыигрываемое. Нет, там еще потом было... Проиграли сами себе. Вот это тоже момент. Ну по сути так и есть. Ну ребятам надо дать должное. Они как бы использовали по максимуму какие-то наши проколы. Но игру такую проиграть невозможно. То есть можно вообще ничего не делать. Там по-всякому все можно там разыграть. Билды другие, там на Вайда другой билд сделать, он уже будет неубиваемый. Там последнюю сторону просто ломать сторону, на них не ломиться, пусть сами на нас ломятся. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Нажать кнопки по-другому. Мы там условно прыгаем, ставим хрону, и вся команда смотрит. То есть не готовы. То есть если банально, ну все на одной волне, то ставится хрона, и все туда что-то кастуют. Ну это простые вещи, тут ничего сложного нет. Тут уже простые. Да, да, ты сказал, там билды можно другие и так далее. Я вот сколько наблюдаю за командами с 16-го года уже, непосредственно на стадии драфтов, на стадии подготовки к игре. Разные команды, разные составы, но как правило наблюдаю одну и ту же картину. Нету коллективного обсуждения айтембилдов до игры. То есть есть какие-то отрывистые вещи, ну тебе наверное нужно собрать вот это. Или там парень, я наверное соберу вот это. И как бы все. Но почему же у многих составов, на моем опыте по крайней мере, нету практики четко отработать постановку задач по айтембилду перед игрой. То есть не отходить от нее. То есть чтобы коллективный разум командный принял решение, ты собираешь вот это обязательно. Ты действуешь обязательно по такому айтембилду, чтобы это был коллективный айтембилд. Почему многие команды полагаются на личное понимание игрока-героя? Это же можно избежать многих проблем, наверное. Потому что, да, то есть обычно какие-то командные задачи есть. То есть они там обсуждаются. То есть нам нужен будет Lotus Ork, кто его соберет. Нам нужно один-два Forstaff'а там. Нам нужно там еще что-то там. Я могу там Solar Class сделать, я могу Владимир сделать, туда-сюда. Тебе обязательно надо БКБ в этой игре. То есть какие-то такие помелочи вещи, они обсуждаются. То есть либо до игры, либо уже во время, в начале. В зависимости от того еще, как игра там пойдет, тоже могут айтембилды меняться. Но глобально каждый игрок должен сам понимать, что в конкретной игре он должен собрать. Что вы командой хотите достичь, каких целей и какие артефакты для этого нужны. То есть если игрок этого не понимает, значит он недостаточно высокого уровня. И он должен к этому расти. И вы уже обсуждаете, если ошибки такие происходят после игры. Какие у нас ближайшие турниры? Вроде как нас позвали на BTS. Правильно? И он начинается, если я не ошибаюсь, 12 сентября. Команда, как считаешь, в каком состоянии подойдет к этому турниру? В нормальном состоянии мы тренируемся уже сколько? Я уже даже не знаю сколько. Мы сделали перерыв небольшой, мы 5 дней передохнули. Выдохнули, скажем так. И дальше вот работаем, тренируемся в нормальном темпе. Я думаю, в нормальном мы состоянии подойдем. Посмотрим, как мы в помете себя чувствуем. Что у нас будет получаться. Несколько патчей назад поменяли систему банов. Раньше их было 4 в первой стадии, теперь 2. Как сильно это поменяло игру? На что это конкретно влияет? Вот Заяц, я помню, говорил, что раньше можно было одного игрока сразу заблочить. Сейчас как это все поменялось? Куда игра пошла? Ну, игра однозначно очень сильно поменялась. То есть подобные вещи, они полностью перестраивают прям мету игровую. Куда пошла игра? Ну, скажем так, ты меньше можешь забанить в первой фазе. Означает, что ты должен, в принципе, уметь играть против всего. Потому что против разных команд какие-то сигнатурки чьи-то обязательно зайдут, во-первых. Во-вторых, из-за того, что во второй фазе банов стало больше. Очень часто сейчас в первой фазе залетает керри на восьмой пик, например. Потому что потом ты можешь перебанить контрпики в плане керри для соперника и выстроить драфт вокруг своего керри. Ну, то есть по-разному на самом деле. Просто поменялись идеи разные, стратегии и тому подобное. Вот именно и в драфте в том числе. В Valve сделали два громких заявления. Начнем с первого. Первое заявление касалось DPC сезона, что он предварительно начнется в начале следующего года. Многие организации особо не спешат с составами собирать их или анонсировать. Многие берут паузы от Competitive. Он Фир, например, взял, ушел из команд. Есть ли смысл в твоем понимании до начала DPC сезона как-то очень сильно напрягаться? Из кожи вон лезть и выходить на пик формы сейчас уже? Или все-таки есть смысл ждать DPC, когда все ясно и когда все понятно? Из кожи вон лезть и выходить на пик, наверное, не стоит для каких-то команд. Потому что можно перегореть потом, когда это будет более важно. С другой стороны, хотелось бы, конечно, постоянно показывать хороший результат. Но вот Secret, например, нам это демонстрируют. Посмотрим, чтобы это не была команда условно онлайна, чтобы они на лане тоже так бахали. Но, скорее всего, это не команда онлайна. Просто как пример привожу. Насколько такое бывало, что какая-то команда в онлайне разваливает, а потом на лане не суперрезультаты показывает. А в чем феномен Secret? Сможешь мне сказать? Я каждый раз спрашиваю, или не каждый раз, но как-то я уже спрашивал, но в чем все-таки феномен команды? 5 финалов, 5 раз 3-0. 5 сильных игроков. Лоджи тоже 5 сильных игроков. И у Нигмы тоже сильных игроков. В чем сила, брат? В чем прикол этой команды? Что это за машина для убийства? Купей? Ну, наверное, Климент. Но мне кажется, что все-таки все. Все 5. Я не могу выделить слабое звено, понимаешь? Тебе не кажется, что команда, где играет Matumba Man, является лучшей командой в мире? Ну, он ездил на International с 33-м, Миланом и еще ребятами. Они заняли топ-18. Это когда было? Это когда его кикнули с Liquid за месяц с ДНТ. Ну, подожди, это немножко другая история совсем. Ну, я тебе просто говорю. Не имею в виду твоего мнения. Но просто я помню, что пока он играл в уроки, эта команда была лучшая в мире. Потом его убрали. Он пришел в Secret, и эта команда лучшая в мире. Все как-то мало придают значение Matumba Man, потому что он парень такой спокойный. И вроде как незаметный особо. Люди просто, для них, большинство людей не видит подноготной. Они не видят игру глубоко, с каким-то крутым анализом изнутри и тому подобное. Они видят снаружи. Снаружи на что они смотрят? На статистику, на какие-то киллстрики, на какие-то флеши-плейсы. Причем эти флеши-плейсы... Что такое флеши-плейсы? Какие-то суперкрасивые, крутые разыгровки на каких-то героях. Но при этом, какие-то герои это позволяют, какие-то нет. Условно, на Envoyer ты можешь очень круто что-то изобразить. На Рубике, еще на каком-нибудь активном герое. На Эмбери. А на каком-нибудь герое, который рейдкликает, условно, много не может. Но ты на нем не продемонстрируешь какой-то суперкрасоты. Но тем не менее, Matumba Man в плане как игрок, он очень ценный и он очень сильный. Тебе вообще не кажется, что скандинавские ребята самые сильные киберспортсмены? Ты никогда не ловился на этой мысли? Я ловился на этой мысли. Да, очень много действительно скандинавов крутых. И в кейсерах... А в чем сила скандинавов? Что это за феномен такой? Вот кейсеры, дотеры, что финны, что датчане, что шведы. Они очень спокойные, ребята. Во-вторых, если вообще смотреть на Европу, то те, кто играют в Европе на профессиональном высоком уровне, они не играют ради денег, на мой взгляд. Они играют ради достижения цели. В отличие от, допустим, СНГ, либо там Южной Азии, ну там, скажем, более регионов, менее состоятельных, да, таких мест. И поэтому так, как бы, ну вообще, если ты видишь, европейский регион, он более успешен. Мне кажется, это тоже одна из таких вот глобальных причин на это. То, что там люди, большинство людей, как бы, самый большой процент, мне кажется, играет не ради денег. У нас же большинство людей, мне кажется, играет ради денег. Вот. Или даже, ну, не давая этому отчет, как бы, они об этом думают. И поэтому меньше приходит к успеху. Хотя при этом у нас, как бы, таланта невероятное количество. То есть именно вот суперкрутых ребят в плане, там, прожатия кнопок и так далее. Также, мне кажется, матчмейкинг-система очень сильно это подкосила, если честно. То есть у нас набивают люди рейтинг, там, в СНГ, и все, боги игры. Они дальше не развиваются. Вот. А такие ребята, ну, как бы, нет к концу развития, во-первых. Во-вторых, в командной игре оно совсем другое, как бы, там, совсем другие правила. То есть совсем другие умения надо иметь. Даже не обязательно дота-скиллы какие-то, то есть. Вот. И поэтому еще раз я выделяю, матумбаман, он, как бы, очень командный игрок. И очень сильный игрок в этом плане. Мне кажется, что сила скандинавов их спокойствия. Вот у меня такое ощущение, что все эти люди очень спокойные. Они внутри, они живут в мире с самими собой, с окружающими. Это просто спокойствие. Они не поддаются эмоциям, наверное. Они там, как-то у них все структурировано в голове, все прозрачно. Нету никаких помех. А у нас действительно очень много токсичности. Хотя, я не знаю, вот ты играешь в паблик, вот, ребята вот скандинавы, они токсичные? Нет. Очень редко. Вот реально, да вообще, наверное, почти никогда. Скандинавы, они, как бы, реально не токсичные. Второе заявление. Тут, наконец-таки, закончился этот холи вор между стримерами-оператами и кастерскими студиями. Слэш турнирными операторами. Турнирные организаторы имеют право выставить требования к стримерам, которые хотят попирать этих турнир. Что они обяжут их баннеры вешать и там делай делать какой-то. Ты считаешь справедливо все? И как ты считаешь, это будет вообще регулироваться? Честно сказать, даже вот не знаю, что об этом поводу там думать. Тут все-таки надо, наверное, спрашивать тех ребят, которые занимались этим, что они по этому поводу могут сказать. Ну, один самый лидер, Джек Воробей местного разлива, Шадувех, он же Жекич, он же Кич, он же Жекичует. Очень много иронизирует по этому поводу и кидает мемы в Вилату. И что изменится от этого? Вот как ты считаешь, вот ты с таким опытом в циберспорте, что это изменит? Ну, я надеюсь, что это будет плюсом для турнирных операторов, опять же. Если это так будет, ну, как бы отлично. Может, и я там постримлю, если... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Если это будет плюсом, опять же, если не будет плюсом, ну тогда зачем? Последнее. Скандал. Был скандал в CSGO. Ты слышал, наверное, про него? Да. Про него невозможно было слышать, что тренер... А? Жесть, как она есть. Жесть, как она есть. В общем, попался. Кто-то сидел наверху айсберга. Не Бодина, конечно. Кто-то сидел, скорее всего, наверху айсберга и махал флагом. Я тут, поймайте меня. Его поймали. А? Флай сидел? Ну, дай мне художественно описать. Я люблю это дело. Вот. Сидел, махал флагом. Ребята, я тут юзаю баг. Забаньте меня. Значит, его забанили. Потом двое, которые сидели рядышком, голова из океана торчала. Вот у айсберга рядом. Мы тоже там что-то поюзали, ребят. Вот нас тоже забаньте. Их тоже забанили. Представь на секундочку ситуацию, что сейчас Valve или турнирные организаторы, они же там грозились ESL раскопать аж с 2016 года. Чуть ли там не все репки пересмотрят сейчас. Вот если сейчас все это вскроется. И что абсолютно все тренеры, всех крутых команд юзали этот отстой. Всех наказывать и у всех за 4 года компетитиво-призовых лишать. Да нет, просто тренеров всех поубирают. Да, но это же получается несправедливо заработанные бабки, а кем-то несправедливо проигранные. Ну, такого в мире много происходит. Доказанного мало. А когда доказано... Вот представь, что ты играешь Dota, и в 16-м году ты поехал на International, и вот занял топ-16. И стали с этими с Liquid'ами, да? Да, потому что тренер Liquid'а, оказывается, видел без тумана войны карту. Здесь Хуроки я играл, Хуроки это забузил, понятно. Вот. И ты такой, через 4 года, Valve или там кто-то там говорит, а вот оказывается, вот юзали. Но мы ничего не будем делать, ну просто тренеров уберем сейчас на будущее. А ты из-за этого проиграл кучу бабла. Ты проиграл место на International или там какое-то... Нет, что ты выделил? Ты выделил бабло. Дань, я выделил бабло только потому, что любая юридическая сторона этого вопроса, она всегда вертится вокруг денег. Никому не интересны в юридических вопросах местам на турнирах. То есть проиграна там, допустим, из-за одной карты там сумма в 50 или там в 100 тысяч долларов. Окей, я бы не парился и жил бы дальше. Вот, что я тебе скажу. То есть ты бы спокойно жил с тем, что кто-то за Бузи в пак заработал на 100 тысяч больше? Да, это на их совести, что я могу сказать. И на их кошельки. Ладно. Я просто мягко подвожу вот к чему. Я думаю, ты уже понял к чему. И? Является ли косяк разработчика читом? Косяк разработчика читом? Ну, баг это же косяк разработчика. Баг в игре. Ты же не используешь сторонние программы. Ну, хорошо, давай. Тогда мы вот такие какие-то неадекватные примеры. Третий интернешнл. Худро. Вот, подожди. Это следующий вопрос у меня был. Ты сначала ответ на который я поставил вопрос. А потом уже про третий интернешнл поговорим. Нет, не является. Это считается не читы, а фишечки. И, то есть, это, ну, это вот у меня такая варика, реально. Это фишечки, которые ты ввязаешь. Понятно, что всему есть предел, мера, да, условно, фишечки, когда ты сидишь на сервере, на ковсе, как бы, это такие фишечки. Да, да, он бежит сюда, он бежит туда. А тут у них центряк стоит. Это фишечка, по-твоему, или что? Или, там, допустим, гем не работал на первом антия, да, там. Их, нацифинал вошел после этого, да, помню. Да, там не решал гем. Конечно, не решал, да. Год погиб там где-то. Или не год, я забыл уже кто. На шторме. Или нет, я уже не помню. Это так давно было, что уже. Да, вот пришел в инвизи, но у него не было там гема вроде. Ну, вообще-то прошел, его что-то не спалили годы. Или, наоборот, спалили там, где не должны были спалить. Я уже забыл, это было 9 лет назад. Данька, Данька, Данька еще в то время следил за рунами, как Эрлиный глаз у меня был. И до сих пор следит и сидит на них. Я говорю, ребята, там Шторм взял руну, возможно, инвиз? Так. Вот такая инфа прошла. Возможно, инвиз? Нам нужно Сентрик поставить. То есть, я заколил. Сентрик поставили, пришел Шторм, мы его убили. Победа. Спасибо, не благодарите, ребята. Финалинта. Эта команда сейчас... Как там Ваня сказал? Правда, не будем продолжать все и так знать, что он там сказал про команду Дреда. Так вот, ты говоришь, что это фишечки. Да. Но фишечки фишечкам-то рознь. Одно дело, когда ты хукаешь на фонтан... Кого там ты хукал, я забыл уже. Хотел выпендриться, что помню все неки. Кого хукал? Сан Шенг. Сан Шенг, да, он летел в конце. Хао. 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 А ты помнишь, есть со Стартангфу, который ты захукал вообще на фонтан? О, Банана еще был там, если я не ошибаюсь. Банана, Сан Шенг, Хао, Му, и еще у них был человек один. Ну, очевидно, что не айбот. Не помню, кто был пятым. Хорошо, так вот, почему можно использовать баг слэш фишечка, слэш фишка, как ты говоришь, фишечка, с хуком на фонтан? Почему это юзать благородно, осознавая, что это очевидно, там, не совсем, как бы, честная, не пацанская игра, скажем так. Не пацанская, подчеркну. Честная с точки зрения описания скиллов там и прочее, но не пацанская. И, допустим, плохо, вот это с КСом. Это популярный вопрос из зала. Я на него ответ знаю, например. Свой собственный, это то, что все происходило в прямом эфире, и Valve могли остановить игру. Все из зала в открытую, и все все видели. А здесь, например, все в крысу. Так, а твое мнение какое? Я тебе просто подсказывал, ведь я за ответ этот вопрос. Так. Нет, подожди, а как Valve могли знать? Если бы они знали, они уже давно бы это пресекли. Ну, в плане... А, все, все. То есть ты про хук говорил, да, сейчас? Ну, то, что ты хукал, и все это видели. То есть ты после первого же хука на фонтан уже можно было игру остановить. Это не баг. Ну, в чем здесь баг? Даже если это баг, и ты его юзанул... Нет, вопрос-то не в этом. Вот смотри, фишку с просмотром в кейсе может юзать каждый. Правильно? Ну, то есть особо ума не надо. То есть я бы даже сказал, вообще ума не надо. То есть ты можешь там быть бом-бом полным, зайти и как бы... Они налево бегут, а, темный, в кишке, пацаны. Да, да? Правильно? Правильно. Вот. А фишку с хуком, ну, реально, надо как бы и уметь сделать. Если бы люди умели, то они бы делали. Никто же не делал. А что, если они не делали, потому что считали это читом? Нихрена подобного. Они не делали, потому что они не могут играть на пудже. И с этого там большинство людей грело. Условно то, что кто-то на чем-то играет и играет хорошо. А мы на этом играть не можем, ну, как бы, а и горим. Что вот тут есть такая фишка крутая, типа, с этим. Да вы же этой фишкой воспользовались, потому что игру проигрывали. Да, но ты понимаешь, что... А ты сказал Пупею, и ты сказал Пупею, только так выиграть можно. Да, мы эту же фишку не готовили. Это пришло креативно, там, во время игры, там, во время того, как, ну, уже все шло плохо, там, и так далее. Я как бы считаю, что, в принципе, то, что ее брали, это нормально. Потому что потом бы все пришло к тому, что пикали бы люди Суппорт Чена, Суппорт Пуджа, и они бы бегали всю игру, и хукали бы на фонтан. А ты не пробовал это с Виспом сделать? Пробовал, и с Виспом, и с Магнотавром, там, с Магнотавром тоже можно было увозить. И, там, с Кункой-кораблем, и с чем только там всего этого не было, но это убирали. Допробовал, но я не помню уже. А ты можешь сейчас какой-нибудь подобный баг-фичу в доте назвать, который есть? Сильвер Эдж на Сларка, или там на Морфа, или Тюбли на Морфа. Ну, в общем, на любом милишника ты выкладываешь, поднимаешь, и ты бьешь дабл ударом от сабли. И Вау почему-то это не убирает. Почему, скажи мне. То есть можно постоянно двойной удар делать, что ли? Да, и это, ну, как бы, понятно, в драке ты, как бы, особо не поюзаешь, потому что могут своровать твой силу Эдж, который ты на полу выбросил. Но если ты пушишь вышки, то есть бросают люди на землю, поднимают и бьют Тауэр. Бросают, поднимают, бросают, поднимают, и по два удара дают постоянно. Я, кстати, такого ни разу в Компетитиве не видел. Такое кто-то делает? Потому что в Компетитиве боятся, наверное, что своруют, еще что-нибудь. Ну, в общем. Берегут до нужного момента, да, понятно. Да, тоже читак. Как беречь хук на фонтан до нужного момента. И никому не рассказывать. Правильно? Да. Чтоб ты понимал, у нас первый раз эта тема вышла на Старладере. Я хукнул Марфа, вот впритык. Случайно вообще, случайно. И он улетел на фонтан, когда меня Пупе отправил на базу. Вот, и я еще думал, что это за фигня. То есть мы даже не придали этому никакого значения. А потом на Инте, вот реально, как бы, один раз попробовав, когда это получилось, вот один раз, первый. Мы, как бы, решили, что вот так до конца игры мы будем делать, потому что по-другому нам игру не выиграть. Так то, как в итоге ты считаешь? Вот если в... Я ответ-то все от тебя пытаюсь услышать. Если в игре есть баг, этот баг находится в игре исключительно и только по вине разработчика. Он находится, потому что игра принадлежит разработчику, и он ее такой сделал. Где есть такой баг? За что его банить-то? Да нет, там везде в турнирных правилах указано, что... Правило, что при использовании каких-то багов или то, что организаторы посчитают багами, ты будешь дисквалифицирован. Еще обычно в правила добавляют, что правила можно менять по ходу, там, типа, в любой момент. Удобно. Вот, и там, мы можем делать, что хотим, и так далее. Это обычно тоже добавляют. Я пересчитаю, там, Омега Лигу какую-нибудь обязательно. Я думаю, что я там этого не найду. В КСе точно есть, я думаю. Ну, вот смотри, вышло много патчей с нашей последней беседы. Народ жаждет знать, на чем играть, что сейчас ОП, что не ОП, на средней линии, например. Давай свой краткий гайд о том, на чем нам, бедным работягам, поднимать циферки. Вообще, совет такой. Если хотите поднимать циферки, выберите героев, на которых у вас получается играть. И, в принципе, все равно, какие это будут герои. Вот, почти на любых героях в дате можно поднимать циферки, если хорошо себя на них комфортно ощущать. А так, в зависимости от того, в каком скейлбракете вы находитесь, будут меняться немножко герои. Скорее всего, так. Ну, смотри, я молодой перспективный игрок, в кавычках. Условно, мне 16 лет. Я захожу на стрим профессионального Данила и вижу медового аппарата. Это, кстати, одна из претензий тебе. Я это много замечаю. Медовый аппарат. Расскажи уже всем, пожалуйста, почему ты берешь его в МИД? Что в этом такого крутого, прикольного? Что в компетитиве ты его берешь в МИД? Что в пабе? Никто, кроме тебя, я не встречал. Может быть, какие-то есть ребята еще? Но я не встречал никого, кто бы брал аппарата в МИД и строту с аппаратом в МИД. По крайней мере, в последнее время точно, да и не в последнее. Ну, расскажи уже всем, чтобы люди поняли, что за прикол-то. Это должно быть, знаешь, как пишут обычно? Не пробуйте это в домашних условиях. Вот обычно это должно быть, когда я на аппарате шпилю, чтобы людей не смущать. Да ничего, нравится просто мне герой. Я как бы героя хорошо знаю, понимаю его сильные стороны. Еще на первом МИД аппаратом МИД ходил. У меня там, кстати, из игр там 11, где-то 7 или 8 я с его МИД аппаратом бегал на первом МИД. Понятно, что с того времени дота там 10 тысяч раз изменилась. Но сейчас все последние патчи, которые что-то делали в сторону аппарата, они прям намекали. Поиграй мной кором, поиграй мной кором. Прямо в чейндж-логах, если вчитаться, можно это увидеть. Герой очень ситуативный. Герой может быть хорош на центральной линии, потому что у него очень крутые спллы. И с большим левелом он сейчас много делает. Особенно после нового орчада дешевого. Он стал, в принципе, играбельным в каких-то определенных ситуациях. Но, конечно, по сравнению с другими МИДерами, он безумно ситуативный. И во многих ситуациях он будет очень слабый. Потому что он очень медленно фармит. Он не распушивает линию. В отличие от любого другого МИДера. Почти все МИДеры распушивают линию и быстро фармит. Аппарат этого делать не может. Поэтому, если не понимать, как с ним, что делать на карте. Причем это не один аппарат должен понимать, а вся команда вместе с ним. Он, скорее всего, работать не будет. Потому что с ним нужно активные действия, взаимодействия и так далее. То есть игра, она не может. Это, в общем, такой минерчик. Ну, типа того, да. Хук на фонтан, минерчик, что хочешь, называй как угодно. Скажем, неординарный пик. Поэтому, конечно, обычному убывателю не стоит брать. Потому что вы, скорее всего, проиграете. Ну, в каком-нибудь матчмейкинге его вообще не стоит особо брать на центр. Просто мне часто на нем хочется побегать, покайфовать. И я это делаю. Понятно, что это не суперхорошая идея. Все. То есть люди должны... То есть ты соглашаешься с людьми? Ну, отчасти. Отчасти, да. Что это не совсем понятный пик. То есть он... Отчасти, абсолютно, да. Понял. Ну что, не буду тебя больше мучить. Напишите в комментариях, если нужно мне выпустить кайт на аппараты, ребят. Я тогда так и быть сделаю вам медовый кайт на аппараты. Расскажу сильные и слабые стороны. Давай, завершающее слово. Хорошо, что не последнее. Завершающее слово аудитории, болельщикам нашим. Ребята, спасибо огромное, что топите. Очень это решает, это нас подбадривает. Будем разрывать, реально. Будем сейчас жестко топить. Стараться набрать максимальную форму и показывать результат. Все. Всех обнял. Огромный вам. Тем-тем. Бум-бум. Спасибо. 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 Спасибо.